Вьетнамская война 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 Несмотря на потери для вертолетов именно Вьетнам стал первым по-настоящему боевым крещением Вертолеты использовались и в качестве десантных машин и в качестве бомбардировщиков и впервые в массовом масштабе они были применены против танков При наступлении, весеннем наступлении вьетнамцев в южном Вьетнаме эти уже подошли фактически к Сайгону американцы применили вертолеты против танков Вот сегодня они господствуют на поле боя, а тогда они были применены. И тогда уже вьетнамцы потеряли где-то порядка 80-90% танков своих от удара вертолета. На стороне Сайгона во Вьетнаме воевали не только американцы. Вьетнамский конфликт был фактически международным. Столкнулись два мира, которые политологи обычно называют Восток и Запад. Во Вьетнаме воевали австралийцы, новозеландцы, солдаты и офицеры армии Южной Кореи и Таиланда. Нас вьетнамцы оберегали здорово. Даже тогда, когда наши расчеты работали первые, и то старались прикрыть советского специалиста. У народного Вьетнама, кроме СССР, был еще один могущественный союзник – Китайская Народная Республика. Отношения Советского Союза и Китая в это время иначе как враждебными не назовет. Китайское руководство обвиняло Москву в ревизионизме. Наши руководители отвечали обвинениями в левацком уклоне. На советско-китайской границе происходили постоянные столкновения. Но во Вьетнаме внутри социалистические распри отошли на второй план. По мнению Анатолия Хюпинина, КНР поставила во Вьетнам не меньше вооружений и боеприпасов, чем СССР. Поскольку китайская Народная Армия была вооружена преимущественно советскими образцами военной техники, доходила до курьезов. Мне вот старший отполковник пришел, а тот докладывает, что пришли 20 наших советских танков Т-55. Прибор ночного видения и так далее. По тем годам он еще был совершенный танк. Я докладываю сюда, шифровку, генеральный штаб, прибыль. Докладываю послу. А посол говорит, ты откуда взял-то это дело? Как откуда? Вот мне доложил. Да никакие, говорит, танки не приходили. Вы откуда взяли? Ёлки-палки. И пришлось извиняться. Этот полковник вызвал, пошел в ангар у них посмотрел, а на танках иероглифы стоят. Победа так называемой народной демократии во Вьетнаме имела объективные причины. Таковы были глобальные политические тенденции тех десятилетий. Почти в половине стран третьего мира США в те годы воспринималась как новая колониальная империя. Советский же Союз как страна, которая может защитить от пережитков прошлого и дать долгожданную свободу. На самом деле у нового старшего брата всего лишь то преимущество, что он новый. В те годы выбор был сделан не в пользу США. И что бы ни говорили о хушениновских репрессиях и насильственных мобилизациях, так как люди воевали во Вьетнаме, за светлое будущее и национальную независимость воевать не заставишь. Те обязанности, какие возлагались на номер расчета, я имею в виду солдата, уж про офицера не говорить, выполнялись безукоризно. Дисциплина железнейшая. Десятилетняя девочка в соломенной шляпе с огромным автоматом Калашникова. Когда-то этот образ не сходил с советских экранов. Потом появился другой теле- и киногерой. Мускулистый Рэмбо с гранатометом под мышкой. У пропагандистов свои герои, а у жизни свои.